Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 23 июля 2024 года. У микрофона Лен Вайнштейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. А вы, наверное, уже обратили внимание, что один голос красный, но, господа, да, и голос хриплый. Это последствия путешествия, ничего не поделаешь. Но уже не так страшно, как было, поэтому могу разговаривать. Дело в том, что столько интересных событий происходит, что просто чешется язык для того, чтобы о них поговорить. Вы знаете, самое страшное, что один из возможных вариантов того, что произошло с Трампом, я имею в виду попытка убийства Трампа, покушение на Трампа, это то, что один из двух возможных вариантов, что секретный сервис, то есть охрана президента, руководство и какие-то люди в ней пытались создать условия для потенциальных убийц. Давайте расскажу вам, почему это, как я уже сказал, один из двух возможных вариантов. Прошло уже 10 дней со дня неудавшегося покушения на Трампа. Руководство секретного сервиса на вопросы не отвечает. В Конгрессе и республиканцы, и демократы пытались получить ответы от руководителя сервиса Киберли Читл, которая сказала до того, что мы не поставили на крышу здания, стоящего в 130 метрах от трибуны, наш пост, потому что там крыша с наклоном, ну, покатая крыша, покатая, поэтому не поставили. Она, значит, все это заявила, а в Конгрессе, правда, эту чушь не повторила, потому что члены Конгресса проверили и выяснили, сделав видео, фотографии и прочее, что наклон крыши приблизительно 5, ну, может быть, 7 сантиметров, то есть крыша практически плоская. У нас было недостаточно людей, заявила она же в интервью ABC до того, как пошла в Конгресс. Но тут же выяснилось, что она и ее шеф Александр Майорко с четыре раза отказывали увеличить защиту Трампа и, кстати, ненавидимому демократами Кеннеди. Вот сегодня сотрудники охраны Трампа сообщили, неофициально, поэтому у нас нет, так сказать, точных данных, но сообщили, что на крышу человек был изначально поставлен, то есть врет она, но вдруг ушел с крыши и присоединился к сотрудникам, которые находились внутри здания. Ушел перед самым началом выступления Трампа, то есть перед выходом Трампа к микрофону. Либо стало слишком жарко, крыша пока-то и жарко, поэтому ушел. Либо ему предложили оттуда уйти, может, позвонили, сказали, тебе жарко, да, ну, ладно, тогда уходи. А Кимберли вынуждена была признать, что ее сотрудники отметили и сфотографировали, потому что это и все аналог в архиве уже теперь человека, который за 18 минут до появления Трампа на сцене странно себя вел, то есть его отметили и сфотографировали. Значит, ну, Томас Крукс, вот этот тот самый, успел, как теперь стало известно, сделать 8 выстрелов, до того, как был убит снайпером из защиты Трампа. Но вопрос, как человек мог подойти с ружьем в руке. Так близко к президенту Кимберли сначала сообщила, что защищать внешнюю сторону по периметру должна местная полиция. Вскоре выясняется, что на предложение шефа полиции соседнего города помочь ему ответили, что сами справимся. Полицейские присутствовали на ралли, и двое из них сообщили, что видели Крукса с измерителем дистанции в руках, что само по себе должно было вызвать тревогу. Что там делает человек с измерителем дистанции? Они передали информацию в секретный сервис. Имея все сигналы о том, что кто-то странный заходил за день на место ралли, что он же появился в день ралли с измерителем дистанции, а потом несколько сообщений от местных жителей, что кто-то лезет на крышу, а потом лежит на крыше и вроде бы имеет с чем-то что-то похожее на ружье. Почему-то не вызвало никаких ответных реакций, действий от секретного сервиса. По протоколу, кстати, Трампу обязаны были доложить об опасности и задержать выступление до выяснения. В интервью на Фонкс позавчера уже Трамп сказал, что ему никто ничего не сказал. Он сказал, нет, проблем было на 10, 15, 20 минут задержать, пока они все не выяснили, и какой проблемы нет, и куда была спешка. Вопрос в Конгрессе. А кто-то пошел выяснять, что там делает человек на крыше? Марджин ответила, прошло всего 9 дней с инцидента, я еще ничего не знаю. То есть прошло всего 9 дней с инцидента, а она еще ничего не знает. Все это привело к тому, что Конгресс-момен Марджин Грин спросила Читлова в лоб, вы что, подставляли Трампа под пулю? На что Читл быстро ответил, абсолютно нет. Вот. Не только мне одному эта мысль пришла в голову. Но вопрос, думает ли она, что могла бы лучше защищать Трампа. А Читлова сказала, мы охраняем 36 разных людей, и да, у нас бывают промахи. Вот. Знает ли она, что иранцы поставили своей задачей убить Трампа, и что их разведка занимается этим вопросом? Читлова сказала, что знает, и что президент был очень хорошо охраняем, но да, они делали ошибки, и делают ошибки время от времени. Ну, а теперь, значит, послушав факты, давайте поспекулируем. Первое. За день до ралли руководители охраны Трампа обошли местность и наметили, где будут находиться агенты и периметр охраны. Периметр был определен в 100 метров, которые охраняли агенты. Неясно, почему такое небольшое расстояние, которое легко простреливается, из обычной, даже не снайперской винтовки. Я уже говорил, что М-16, нам просто, вот я в артиллерии, нам просто их раздавали, и мы из них стреляли. Я не говорю уже о тех, кто специально этим занимался, стрелковые части. Третье. На крышу либо никого не запланировали, либо кто-то должен был там стоять, но не стоял, я имею в виду, в момент. То есть, либо ушел сам, либо приказали, либо убежал, мы не знаем. Четвертое. Подходы к периметру не охранялись. То есть, кто угодно, хоть с базукой и минометом, мог подойти к периметру, да, 100 метров, и шандарахнуться с расстояния, 100 метров шандарахнуть по трибуне с Трампом. Либо не было связи, то есть бардак с местной полицией, либо абсолютный непрофессионализм, либо, либо, либо. Пятое. Местным органам было сказано, что помощь не нужна. Некоторое количество полицейских, значит, там, так сказать, присутствовало, но не ясно, как они кооперировались с охраной президента, потому что это, на самом деле, самое главное. После многочисленных сигналов о подозрительном субъекте никто ничего не сделал. А теперь самое странное. Недавний выпускник школы пришел за денег к зданию, которое обязано было охраняться, и изменял расстояние от этого здания до трибуны. Как он знал, что вот на это здание он полезет, и его не остановят? Ведь это же бред предполагать, что тебя не остановят здание, так сказать, от залезания на крышу здания в 130 метрах. То есть прямой, прямой, так сказать, прицел президента. Следующее. В день ралли он пришел с ружьем. До того купил 50 патронов в местном магазине. И лестницу, да. То есть он собирался лезть на конкретное здание, которое по всем законам охраны должно было охраняться со всех сторон. Лестница не понадобилась, так как у дома уже стояла лестница, по которой, соответственно, значит, он и, ну, Крукс залез на крышу как раз к началу выступления Трампа. Следующее. Как он знал, что сможет подойти? Как он знал, что ему дадут залезть? Как он знал, что его не убьют в момент появления на крыше? Десятое. Один из местных полицейских решает проверить, кто там на крыше, лезет наверх, но не вынимает пистолет из кобуры. То есть полицейский, это уже полная фантастика, уже теперь местные полиции, считает, что там может сидеть убийца, лезет на крышу, но пистолет из кобуры не вынимает. Появившись на крыше, он привлекает внимание Крукса. Ну, там, я представляю себе, эй, парень, там, типа того, да? Эй, парень, парень, у которого лежит, направив ружье в сторону президента. Крукс оборачивается и наставляет ружье, винтовку на, значит, полицейского. Полицейский ретируется, так и не вынув пистолета. Крукс оборачивается и начинает стрелять. Сейчас местная полиция говорит, что если бы их полицейский не поднялся наверх, то Крукса лучше прицелился. А так он вынужден был прямо вот сходу начать стрелять. Далее, на восьмом мы стреляем. Его засекают и убивает снайпер. Следующий. Охрана президента, выводя президента со сцены, трижды разворачивает его так, что полкорпуса и голова Трампа хорошо видны и не защищены со стороны зрителей. Зрителей и тех людей, которые потенциально могут в него стрелять. При этом они точно знают, что Иран заказал Трампа, то есть строятся планы по убийству Трампа до вступления его в должность. Если бы был второй стреляющий, Трампа точно не было бы уже в живых. Итого. Есть два варианта. Первый. Секретный сервис абсолютно и ни в чем некомпетентен. Еще раз. Абсолютно и ни в чем. В чем их основная задача? Определить периметр, проверить, чтобы все любые точки, с которых можно там что-то сделать нехорошее, тому человеку, которого они защищают, были бы под их контролем, закрыть полностью своими телами человека у человека, в данном случае президента, если что, и ни в коем случае не показывать его. Они, пускай, люди защищали Ронанда Реггана, показали нам, как это делается. Второй вариант. Трампа подставлять. Выбирайте, какой вариант вам больше нравится. Мне меньше нравятся оба. Руководители сервиса надо не выгонять, а судить их, с моей точки зрения, в обоих вариантах. И в том, и в другом. Причем, и там, и там, на много лет сажать. А сегодня, значит, Киберджитл подала в отставку. Лучше меня, сказала она, директора секретного сервиса вам не найти. Но я беру на себя вину, ну и так далее, и тому подобное, всякая дребедень. Вот мой вопрос. Будут ли ее судить или нет такой статьи? Попытка создать благоприятные условия для убийства президента. Байден, которого никто не видел со среды. Кстати, тоже фантастическая история. Попробую, так сказать, проверить все данные и тоже расскажу. Кажется, очень интересно. Значит, с прошлой недели, со среды его никто не видел. Значит, якобы он лично написал письмо с благодарностью Киберджи за отличную работу. На этом заканчиваю. Вполне возможно, что Киберджи с точки зрения Байдена и его сотрудников все правильно сделала. Просто не получилось. Ну, не получилось убить президента. А работала она отлично. Да, дамы и господа, а я так немножко пытаюсь подсмеиваться над всем этим, но это далеко не смешно. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok